Здравствуйте! В эфире информационная служба «Импульс» в студии Полина Шорохова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Всего у нас таких выплат 12, и досрочные выплаты получат более 30 тысяч годополучателей. Региональные льготники получат два транша до конца декабря. У федеральных график выплат прежний. Все пациенты, которые проходят обследование лечения, облаторные, стационарные, на базе психоневрологического диспансера, они смогут получить данные исследования на наших базе. В Новоуренгойском психоневрологическом диспансере после ремонта открылось психиатрическое отделение. Здесь же начала работу мини-ПЦР-лаборатория. Сертификаты на продукцию все имеются? Да, имеются. Давайте выборочные пару изделий посмотрим. Сертификаты на линии. Сотрудники МЧС отправились в рейд по торговым точкам, которые продают пиротехнику. Они проверили, соблюдают ли продавцы требования к огненной продукции. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор компании «Севернефтегазпром» Владимир Дмитрук подписали соглашение о сотрудничестве до 2025 года. Взаимодействие будет направлено на реализацию в округе социальных и экологических проектов, поддержку коренных народов Севера, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий в области разведки и добычи углеводородов. В рамках соглашения о сотрудничестве компания будет поддерживать социальные проекты в Новом Уренгое, Красноселькубском и Пуровском районах. Благодаря тем научным внедрениям, технологическим разработкам, которые делает компания «Севернефтегазпром», у Ямала появляются новые интересные перспективы сложных извлекаемых запасов. Помимо этого, «Севернефтегазпром» и вы, Владимир Владимирович, всегда очень бережно относитесь к той земле, на которой работаете. Это несколько наших районов, где всегда компания поддерживает и коренное население, и социальные направления, в первую очередь дети, детский спорт, развитие нашего будущего. Мы стараемся в меру силы возможности рационально пользоваться природой, всеми благами, которые есть на Ямале в пределах отведенного нам лицензионного участка, и соответствующим образом сохранять территорию этого прекрасного края, ну и участвовать активно в жизни тех районов, где мы осуществляем свою трудовую деятельность. Раньше обычного, до 25 декабря, получателям социальных выплат органы соцзащиты перечислят пособия не только за декабрь, но и за январь 2021 года. Двойная выплата перед праздниками поможет гражданам распланировать семейный бюджет на период новогодних каникул. Это касается тех, кто получает деньги от региона. Декабрьские выплаты новоуренгойским льготникам уже перечислили. Впереди еще один транш. Всего у нас таких выплат 12, и досрочные выплаты получат более 30 тысяч льготополучателей. Это такие выплаты, как ямальская пенсия неработающим пенсионерам, это дополнительное материальное обеспечение за заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом, это ежемесячные денежные выплаты, это пожизненное денежное содержание, это пособия на детей. Хочу обратить внимание, что пособие от 3 до 7 лет будет произведено в январе, то есть досрочные выплаты этого пособия не будет, ну и другие выплаты. Также в декабре появилась новая выплата на детей до 8 лет. О ней в ходе большой пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин. Семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года, получат новую единовременную выплату по 5 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Если в этот период ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положены эти деньги. Они назначаются на основании ранее поданных заявлений. Оформить документы можно на сайте госуслуги в разделе пособия 2020. К новостям медицины. Анализы на новую коронавирусную инфекцию теперь будут проводить в психоневрологическом диспансере. Там открылась мини-ПЦР-лаборатория, которая в первую очередь обеспечит необходимыми исследованиями своих пациентов. Также в медицинском учреждении после капитального ремонта заработало психиатрическое отделение. В ближайшее время его пациенты смогут получать лечение в обновленных комфортных условиях. Подробности далее. Установлено только наружное выставление. Они управляются в отрезе электромагнитным с электрическим приводом. Уже работают? Они работают, да. Мы им пользовались уже. Они закрываются, открываются. Главный врач психоневрологического диспансера показывает гостям, как изменилось психиатрическое отделение после капитального ремонта. Всего за 4,5 месяца оно полностью преобразилось. В палатах и медкабинетах созданы комфортные условия для пациентов и медицинского персонала. К обустройству отделения специалисты подошли обдуманно. Применив профессиональные знания и навыки. К примеру, в покраске стен присутствуют только эмоционально ровные цвета, благотворно влияющие на психическое состояние больных. А назначение некоторых помещений для удобства было изменено. Агрессивные и спокойные пациенты расположатся в разных блоках интенсивной и пограничной терапии. За особо буйными будет организовано круглосуточное наблюдение. Так как пациенты иногда бывают очень ослабленные, им тяжело вставать. И есть специальные ограничители, которые позволят зафиксировать, сделать так, чтобы пациент самостоятельно для предплатки травматизма мог не упасть. Заведующий отделением Денис Филатов рассказывает о достоинствах новой мебели и оборудования. В палатах предусмотрено 70 койко-мест. Именно столько пациентов одновременно могут проходить здесь лечение. Во время ремонта все, кто нуждался в психиатрической помощи, находились в центральной городской больнице. В ближайшее время они вернутся в родные стены. На данный момент 28 человек. То есть у нас тех пациентов, которые проходят курс лечения. И они размещены сейчас временно пока в отделении неврологии. И мы их, собственно, планируем сюда уже перевозить. Тем более, что пациенты… Всё равно за ним нужен специфический уход. Здесь же в психоневрологическом диспансере создана и мини-ПЦР-лаборатория. Сегодня в инфекционном госпитале, созданном на базе ПНД, открыто 60 коек для больных с коронавирусом. Проводить анализы на COVID-19 для них будут в пределах своего медучреждения. Современное оборудование было приобретено за счёт средств окружного бюджета и передано в безвозмездное пользование диспансеру. Оборудование является проведением экспресс-диагностики. Достаточно короткие сроки сжатые. В течение 4-6 часов результат исследования будет готов. Примерно 36-40 проб исследований проводятся одновременно и выдаётся результат. Это очень важное, нужное оборудование для диспансера. И оно позволит уменьшить нагрузку на центральную городскую больницу и обеспечить доступность этого вида исследований для населения в целом. В перспективе в мини-ПЦР-лаборатории планируется проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию не только пациентов психоневрологического диспансера, но и населения города. Галина Гладких, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс». На Ямал поступила крупная партия аппаратов ИВЛ. Закуплен 61 аппарат за счёт средств окружного бюджета. Оборудование универсально. Его могут использовать для взрослых детей и даже для новорождённых. И мобильно, при необходимости, легко перемещается к месту требования. Кроме коронавируса, его могут использовать пациенты с инфарктами, инсультами и травмами, которым также требуется поддержка искусственной вентиляции лёгких. Новые аппараты ИВЛ будут распределены в 9 медицинских организаций округа. Первыми поставлены 18 аппаратов ИВЛ в Новоуренгойскую центральную городскую больницу. В преддверии новогодних праздников хлопушки, петарды и салюты разлетаются с прилавков торговых точек, как горячие пирожки. Пиротехника есть на любой вкус и кошелёк. Вот только безопасна ли она? Сотрудники МЧС отправились в рейд по местам, где продают огненную продукцию и проверили, соблюдают ли продавцы и индивидуальные предприниматели требования хранения, а также есть ли у них специальные сертификаты. Вместе с ними в рейд отправились Мария Федорчук и Богдан Жиделев. Проверка начинается с северной части города. На очереди торговая точка, которую в этом году открыли впервые. Выбирать пиротехнику специалисты советуют очень внимательно. Упаковка должна быть целой. Если она повреждена, салют необходимо списать. Также должны быть сертификаты на всю продукцию, включая даже самую маленькую петарду. Сертификаты на продукцию всё имеется? Да, имеется. Давайте выборочные, пару изделий посмотрим. Сертификаты на них, приложение к сертификатам, всё, что есть, какие оборудования. А сертификаты для вынесенных находятся в оригинале. А где? Если сертификатов нет, то продавать пиротехнику строго запрещено. За это предусмотрен штраф. Его размер составляет от 6 до 15 тысяч рублей. Но продавец утверждает, все документы есть, но находятся они за пределами торговой точки у индивидуального предпринимателя. И обещает в скором времени их привезти. Я завтра к вам заеду, посмотрю сертификаты. Если сертификатов не будет, тогда уже будем иные меры принимать административного воздействия в том числе. Есть и другие замечания. Прямо на витрине стоит коробка с хлопушками. Её здесь быть не должно. Но продавец находит для неё безопасное место. Одно из требований – это реализация продукции. Происходит за витринами, вот как вот здесь. В общем, суть в том, чтобы у покупателей не было свободного доступа. То есть, как бы вот здесь, то, что это располагается, здесь не должно быть. Как минимум, либо туда убрать, либо здесь какие-то ещё места организовать под это. То есть, это вот нужно будет тоже всё убрать. Чтобы люди не подходили, потому что дети также зайдут, посмотрят, что за верёвочкой дёрнут. Ну, как бы, понимаете. Специалисты отправляются в следующую торговую точку. Здесь все необходимые сертификаты имеются. Все документы в порядке, но есть замечания к хранению пиротехники. У вас здесь обогреватель стоит. В тех же правилах, которые он только что сказал, прописано, что вся продукция, которая у вас хранится, реализуется, должна располагаться на расстоянии не менее 0,5 метра до каких-то нагревательных приборов. Продавец обещает сделать перестановку. Специалисты также напоминают, во время продажи для каждого покупателя нужно проводить инструктаж. А продавать пиротехнику тем, кому нет 16 лет, и вовсе запрещено. И большинство продавцов эти требования соблюдают. Мария Федорчук, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана. Житель нашего города, доверившись злоумышленникам, перевёл им 428 тысяч рублей. Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил мужчине, что кто-то пытается оформить на него потребительский кредит и предложил отменить операцию. Злоумышленник убедил своего собеседника оформить кредит на своё имя и перевести деньги на якобы безопасный счёт. Новоуренгоец так и поступил. Полицейские возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Впереди вторая часть выпуска. Оставайтесь с импульсом. Воспитанники детского сада «Книженика» поблагодарили медработников за их труд. Они передали сотрудникам инфекционного госпиталя свои рисунки. Экологичный электромобиль можно эксплуатировать и в северных условиях. Это доказывает один из владельцев авто на Ворюнгоец Вячеслав Анаприенко. Из-за коронавируса обычные утренники в школах отменены. Но собрать маленький хоровод можно в классе. Воспитанники детского сада «Книженика» поблагодарили врачей за их нелегкий труд во время пандемии. На своих рисунках дети изобразили героев в белых халатах, показали их будни в больнице и после смены. Рисунки передали врачам и медсестрам, которые сейчас трудятся в инфекционном госпитале на базе компании «Арктикгаз». Медики остались довольны. Каждый нашел в детских работах себя. Рисунки разместили на стене и в кабинетах инфекционного госпиталя. Дети очень активно начали рисовать. На самом деле, такого количества рисунков я даже не ожидала увидеть. Нам даже пришлось сказать, что все, мы уже готовы нести, дарить. Очень много рисунков, которые действительно трогают душу. Это до такой степени маленькие ручки, которые подошли очень ответственно. Поехали экологично. Именно к этому уже несколько лет призывают производители электроавтомобилей. У таких машин нет выхлопных газов, а значит, они не выделяют в окружающую среду никаких продуктов сгорания топлива. Однако жители северных территорий пока с настороженностью относятся к такому виду транспорта. Новоуренгоец Вячеслав Анаприенко один из первых в нашем городе приобрел электромобиль и видит в его использовании только плюсы. Экономия средств, защита окружающей среды и здоровья, бесшумное вождение. С ним встретились Юлия Шаркова и Николай Александров, чтобы узнать, можно ли эксплуатировать электромобиль в условиях зимы. Утро Вячеслава Анаприенко начинается почти так же, как и у большинства новоуренгойцев. Гараж, автомобиль, работа. За исключением одной маленькой детали. На заправку он не заезжает никогда. Его заправочная станция находится прямо здесь, в гараже, потому что этот Ниссан питается не бензином, а электричеством. Это одна из первых электромашин, доехавших до нового Уренгоя. Первый вопрос у нас у всех северян, она недееспособна зимой, как все мы. Как ты будешь ездить в мороз, как ты будешь заводиться, а как ты будешь заряжаться, то есть 380. Ну, то есть люди даже отбрасывают эту идею сразу из головы. То есть батарейка замерзнет, все, ты встал. На самом деле эти машины для нашего именно города, они больше приспособлены, они лучше ДВСов. Сам Вячеслав называет свой выбор в пользу электроавто процессом эволюции, ведь у такой машины сразу два существенных плюса. Во-первых, они очень экологичны, поскольку совершенно не выделяют в окружающую среду продуктов окисления углеводородного топлива. Во-вторых, электромобиль – это еще и экономия. Я понимаю, что большие машины у нас ездят в отпуск, но я многих товарищей, друзей знаю, которые эти машины зимой почти не используются. Они стоят у них, а ездят на малышах вот таких покупают, только малолитражечки вот эти вот по городу, но они коптят. Вот купите малолитражечку, катайтесь по городу, не загрязняйте окружающую среду. По деньгам получается у меня 100 километров пробега зимой, вот сейчас я посчитал, уже есть у меня маленькая статистика, 48 рублей на 100 километров я трачу. Это не просто выгодно, это один литр бензина на 100 километров. И все же главный вопрос, который волнует северян, как такая машина сможет работать в условиях крайнего севера и продолжительной зимы. Вячеслав своим примером хочет доказать, что этот автомобиль вполне дееспособен, если батарея машины самой малой емкости, тогда желателен теплый гараж. Если такого нет, придется покупать авто с большей мощностью аккумулятора. На полную его зарядку идет до 8 часов. Зимой в морозы на одной зарядке машина спокойно проезжает 70 километров. Какие у нас пробеги? У нас пробеги, ну примерно там 70 процентов наших уренгойцев катаются от работы до работы. Город маленький, 5 километров, 10-15, чтобы понимали, 5 километров это север-юг, туда-обратно 10. Ну добавим, заехали в магазин, заехали в садик, по максимуму еще удваиваем, утравим 30 километров в сутки, максимум вы проедете. Электромобиль Nissan Leaf приехал к Вячеславу прямо из Японии. Сначала он плыл на корабле до Владивостока, а затем его везли через всю Россию сюда, на крайний север. Наша съемочная группа тоже решила посмотреть, как машина на электродвигателе ведет себя на дорогах в морозы. Кстати, машина очень умная и умеет разговаривать. Правда, пока она сообщает показатели и данные на японском, но вскоре владелец планирует перенастроить язык. И хотя с автомобилем пока поговорить не удается, дефицита в общении Вячеслав не испытывает. На светофорах просят поговорить, опускают окно, что на севере у нас редко, да, кто-то спрашивает, как, как ты это, сколько стоит, как она зимой себя ведет. Я говорю, только 5 дней езжу, но уже опыт есть. Эти машины ездят в Финляндии, в Канаде, в Норвегии. Никаких проблем с этими машинами. Ну вот, кстати, вот перед нами сейчас едет машина, которая очень сильно дымит, и нам сейчас даже нечем дышать в салоне. Да, да, да. В общем-то, плюс таких автомобилей, в котором мы сейчас находимся. Конечно, на таком необычном экологичном автомобиле очень заманчиво прокатиться, поэтому вот будем сейчас проситься за руль. Пустите нас? Попробуйте, вам понравится. Ну, с удовольствием. Ну, на самом деле, исторический момент, потому что, как выяснилось, что я буду первой девушкой, которая будет сидеть за рулем этого автомобиля, потому что даже пока жена Вячеслава не садилась за руль, мы заранее извиняемся. Ну, что поделаешь, съемки. Наука. Ну, что, прокатимся. В общем-то, заводится эта машина кнопкой. Ждем. Здравствуйте. Нас, судя по всему, поприветствовали на японском. Вместо коробки передач здесь вот такая удобная штучка. Ну, собственно, мы готовы? Мы ведь готовы, Вячеслав? Да. Мы готовы. Что ж, едем. Вот я отпускаю тормоз, машина уже начала двигаться. Добавляем газу. И едем. В общем-то, да, все, все, как и в обычном автомобиле, только она действительно звучит гораздо тише. И едет приятно и мягко. Машина Вячеслава производит сильное впечатление и своей экоидеей, и относительной простотой использования. Тем не менее, пока в северных городах нет зарядных станций для массового потребления. Но и этот вопрос решается, правда, пока силами энтузиастов. Так, например, житель Пангоды Александр Довгуша уже установил одну такую станцию в поселке возле Почты. В планах сделать то же самое в Надыме и в Новом Уренгое. В газовой столице он уже ведет переговоры с торговым центром «Солнечный». И кто знает, может, уже в недалеком будущем большинство предпочтут бензину, электроэнергию. Юлия Шаркова, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Чудеса для каждого. В школах начали поздравлять учеников с самым светлым и волшебным праздником. И хотя гуляния на широкую ногу в этом году отменены, собрать маленький хоровод вокруг елки решили в классах. Так, в школе номер один каждый кабинет украсили гирляндами и поставили пушистую ель. Родители и учителя не могли лишить детей удовольствия поучаствовать в новогодних конкурсах, рассказать стихи и спеть песни вместе с самыми главными зимними героями – Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед мини-утренником ученики готовили поделки и мастерили игрушки на елку в виде символа наступающего года. Сейчас с веянием времени сегодняшнего мероприятия массовые запрещены. Но, как решили школы, администрация, что дети не должны быть лишены новогодних праздников и подарков. Поэтому в каждый класс придет Дед Мороз со Снегурочкой, поздравят детей и будет вручение подарков. Надеемся, дети останутся довольны. Мы учились еще по воде утренник. Он очень хороший получился. Игла еще вернулась нам, подарки подарил. Дед Мороз был хороший, Снегурочкой красивый. Еще было. Это как-то... Хорошо. Катание со снежных горок – любимая забава, которую с нетерпением ждут все дети. Возводят горки и в Новом Уренгое. В нынешнем году на этот вид работ определены два подрядчика – и Пэдди Кунова, и компания «Сириус». Все горки должны быть готовы до конца этой недели. На трех из четырех снежных горок, которые возводит индивидуальный предприниматель, уже можно кататься. На одной еще осталось залить воду. Находятся они в микрорайонах «Восточный», «Юбилейный», на улице «Молодежная» и в парке «Дружба». Далее у нас есть также подрядчик «Сириус», который выполняет три горки. Это микрорайон «Строителей», это микрорайон «Оптимистов» 11.2 и микрорайон «Мирный» 1.4. На данном этапе подрядчик эти работы немножко затянул. Скажем так, к концу недели, в воскресенье, обещают закончить в полном объеме эти горки. Это были все новости к этому часу. Для вас работали Полина Шорохова и журналисты «Импульса». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»